Забинфо.ру Первый информационный сайт Забайкальского края В то время вопрос продовольственной безопасности стал настолько острым, что государство бросило все силы. Специальные заводы делали трактора, комбайны, людей посылали, комсомольцы ехали с фабрик, с заводов в деревню, садились на трактора, на комбайны, поднимали целину, сеяли хлеб, выращивали скот, получали молоко, мясо, кормили народ. Это был великий подвиг. И у них получилось. Уже к 1957 году забайкальские хлеборобы подняли 635 тысяч гектаров целинных земель, полностью обеспечили свои хозяйства семенами и сдали сверх плана 5 миллионов 200 тысяч пудов зерна. Общая посевная площадь в Читинской области в 1957 году составляла 1 миллион 17 тысяч гектаров. Поголовье овец увеличилось на 600 тысяч голов. В два раза возросла заготовка шерсти. Досрочно был выполнен план заготовок молока. За достигнутые успехи указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 октября 1957 года Читинская область одной из первых в стране была награждена Орденом Ленина. По разным оценкам получается, что на сегодняшний день все равно ветеранов, которые были тогда совсем еще в юном возрасте, это где-то порядка, наверное, около 14-15 тысяч участников. Поднятие целинных и залежных земель. Поэтому, конечно, они не обладают теми льготами, преимущественными, как ветераны Великой Отечественной войны. И вот, по сути дела, все общественные организации, мы как правительство, используем любую возможность для того, чтобы каким-то образом вспомнить о них, почтить память о тех, кого уже нет на сегодняшний день. Но считаю, что открытие сквера целинников в самом центре Читы – это такое значимое событие и для них, и для ветеранов, ну и, конечно, для всего края. В мае 1954 года руководством Читинской области были разработаны конкретные меры по выполнению решений Мартовского пленума ЦК КПСС, в частности, по расширению посевов зерновых культур и значительному увеличению производства зерна за счет неиспользованных обширных массивов целинных земель. «Нам счастье досталось не с миру по нитке, Оно из кузбасса, оно из магнитки, Целинные земли, космос далекий, Все это из нашей истории трохи». Также в ходе праздничных мероприятий целинники и руководство Забайкальского края посетили памятный монумент, посвященный 50-летию с начала освоения целиных земель и провели торжественный митинг. Александра Леонтьева, Анна Хвостова. Специально для Забанфору. Забайкальского края